В пандемийный год Ульяновское здравоохранение столкнулось с немалым количеством проблем. У жителей было много вопросов и претензий к работе поликлиник и больниц. Медики работали круглосуточно, порой рискуя собственными жизнями. Тем не менее, как считают в Министерстве здравоохранения и в правительстве, отрасль завершила 2020-й с неплохими результатами. На итоговую профильную коллегию пригласили губернатора работников медицинских учреждений. Нам пришлось с вами объединить все усилия, мы не дожидаемся каких-то осложнений, принимать оперативные управленческие решения, искать новые, где-то даже нестандартные управленческие решения по выходу из сложившейся ситуации. 27 миллиардов рублей в 2020-м – это рекордная сумма, которую когда-либо направляли в течение одного года на здравоохранение. Основной вызов был брошен на борьбу с пандемией. На нее было выделено более 10 миллиардов рублей, в том числе и на стимулирующие выплаты медицинским работникам. В прошлом году привели в порядок ряд медицинских учреждений, завершили ремонт клиника диагностического центра в областной детской больнице имени Горячего, поликлиник номер 1, 5 и 6. В отделении микрохирургии глаза и пульмонологии областной клинической больницы прошел капитальный ремонт. У нас на 2021 год предусмотрено более 16 миллиардов рублей на территориальную программу государственных гарантий. И, соответственно, конечно, работа будет продолжаться и с федеральным фондом. И мы думаем, что ту задачу, которую мы ставим, она будет полностью выполнена в 2021 году. На 2021 год запланировано улучшение материально-технической базы сразу 95% детских поликлиник региона. Такого не было никогда за всю историю существования Ульяновского детского здравоохранения. Больницы и поликлиники оснастят самым современным оборудованием, создадут комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей. В 2022 году планируют приступить к строительству нового инфекционного здания детской клинической больницы, что позволит повысить качество оказываемой помощи и поспособствует увеличению дополнительных рабочих мест. На реализацию только этого проекта направлено 250 миллионов рублей. Сейчас разрабатывается проектная документация на ремонт детского стационара по адресу Лева Толстого, 28. В 2021 году мы тоже заходим в ремонтные работы, чтобы не только поликлинические учреждения у нас были красивые и комфортные, но и детки, получающие лечение в стационарных условиях, тоже находились в комфортном состоянии, могли получать качественную медицинскую помощь. 2021 год нельзя назвать простым. Перед регионом поставлены очень важные задачи. Недопустимо, чтобы здравоохранение отставало от других социальных отраслей. Мотивацией для дальнейшей плодотворной работы стало награждение отличившихся учреждений и работников здравоохранения губернатором Ульяновской области. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.